всем привет друзья мои мира вам и крепкого здоровья сегодня у меня пирожки на картофельном отваре начинка картофель и обжаренный лук для их приготовления я не использовала молоко яйца и сливочное масло пирожки получаются очень вкусные тесто удивительное посмотрите долго не черствеет и остается вкусным и свежим обязательно возьмите себе в копилочку а это пустышки пампушки как назовете вот такие они внутри получаются очень пористые мы их едим с чесноком друзья мы на столе все продукты которые мне понадобятся для приготовления постных пирожков с начинкой из картофеля и обжаренного репчатого лука под видео как всегда будет полное описание тесто я буду заводить на картофельном отваре вот здесь у меня пол килограмма картофеля залила холодной водой и буду в течение 30 минут отваривать до готовности воду в которой варится картофель не солим и одновременно я буду обжаривать для начинки лук сковородку выливаю 40 грамм растительного масла это примерно 4 столовые ложки хорошо разогретое масло выкладываю 150 грамм репчатого лука который я порезала мелким кубиком лук обжариваем в течение трех минут до смягчения и появления золотистого цвета периодически помешивайте чтобы он у вас не пригорал добавлю треть чайной ложки черного перца молотого и буквально столовую ложку укропа все перемешаю выключаю лук готов остается ждать пока приготовится картофель друзья мои картофель сварился я отлила 200 грамм я его просто весами взвесила 200 грамм картофельного отвара а эту картошку нам надо размять я добавлю 5 грамм соли это где-то пол чайной ложки а вообще-то солите по вкусу переложу в миску и добавлю обжаренный лук все хорошо перемешаю и попробую на соль при необходимости до солю начинка готова сейчас дождусь пока до 35 40 градусов отвар остынет если у вас мало отвара разбавьте его кипяченой водой вот здесь у меня 300 грамм просеянной муки высшего сорта добавляю 8 грамм сахарного песка это примерно чайная ложка без верха пол чайной ложки 4 5 граммов соли и 7 грамм быстродействующих сухих дрожжей перемешиваю выливаю сюда 200 миллилитров или 200 грамм картофельного отвара он должен быть теплый температура 30-40 градусов и буду замешивать ложкой до того состояния пока вся мука войдет в тесто и вымешиваем руками буквально две минуты для того чтобы соль сахар и дрожжи растворились в тесте а дальше добавляем растительное масло здесь две столовые ложки и буду вымешивать тесто до тех пор пока масло полностью впитается в тесто тесто с растительным маслом перестает прилипать к рукам как только масло впитается в тесто оно вновь начнет приставать к рукам это сигнал к тому что тесто готово вот как видите сейчас тесто не пристает вот посмотрите какое тесто получается очень нежное мягкое как только масло впиталось в тесто оно вновь начинает прилипать к рукам так и должно быть Немножко округляю. Миску смазала растительным маслом и донышко и края. Вначале верхней частью опускаю, переворачиваю, чтобы все тесто было покрыто растительным маслом и обязательно стеночки. Закрываю пищевой пленкой. Делаю 2-3 прокола обязательно. Тесто должно дышать. И оставлю на столе на 40 минут, а может быть на 1 час для подъема. Чем теплее у вас на кухне, тем быстрее поднимется тесто. Друзья мои, у меня прошел ровно час. Посмотрите, чудо-тесто. Столешницу обязательно смазываем растительным маслом. Руки также смочите растительным маслом. Обязательно обминаем тесто. Вот такое тесто получается очень мягкое и нежное. Друзья мои, выпускаем воздух. Это углекислый газ, чтобы тесто вновь обогащалось кислородом. Делить буду на 12 частей. Буду готовить маленькие пирожки. Сначала на 2 части, каждую часть еще на 2 и каждую на 3 части. Каждый кусочек необходимо подкатать. Можно это делать вот так, но проще всего вот так. Ладошкой прикрываете и катаете. Желательно делать одного размера, но я здесь преследую немножко другую цель. Вот эти крупные кусочки я буду готовить пирожками. А вот из этих я сделаю пустышки с чесночком. Вначале я все пирожки сформирую, а затем буду обжаривать руками. Очень легко растягивается тесто. Не делайте очень тонкое, где-то полсантиметра. Я люблю много начинки накладывать. И защипываем края. Обязательно 2 раза проходим, чтобы наверняка закрылись края. И второй раз проходим. Заворачиваем вот эти ушки, закрываем шов и обязательно переворачиваем на шов. Пирожки получаются достаточно крупные. Если вы сделаете 14 штук, они будут поменьше. Ну и начинки в них будет меньше. Выкладывайте на столешницу. Она должна смазана быть растительным маслом. Иначе тесто будет прилипать. Вы можете смело делать 2 порции. Пирожки получаются очень вкусные. У меня просто сегодня их есть некому. И я готовлю, чтобы вам показать. Картофельный отвар, друзья мои, использовали для приготовления теста издавна. В отваре остается около 70% калия от картофеля. Кроме того, картофельный отвар богат витаминами А и С и минералами. Тесто бродит быстрее. И уже через 30-40 минут тесто начинает подниматься. Изделия из такого теста остаются долго свежими, не черствеют. Я из такого теста готовлю очень вкусные лепешки, пампушки с чесноком или просто пустышки. Кстати, картофельный отвар можно заморозить. И при размораживании он не теряет свои свойства. Вы можете в любой день приготовить из него тесто. Из такого теста пирожки можно готовить с любой начинкой. А из этих четырех сейчас мы сделаем пустышки с чесночком. Сразу все расплющиваем. У меня они получились маленькими. Ими я решила из них приготовить пустышки. Все, сейчас будем обжаривать. Сейчас я вам покажу перед обжариванием, что я делаю. А потом уже буду быстро обжаривать. Смотрите, совсем легонько необходимо пирожок приплюснуть. Тогда ему меньше потребуется растительного масла. А пирожок должен жариться во фритюре. Если вы будете обжаривать пирожок во фритюре, он у вас будет красивого колера весь пирожок. Если вы будете жарить и нальете небольшое количество растительного масла, то пирожок ваш по-любому прожарится. Но вот эта часть у него останется белой полосой. Туда, куда не будет доставать растительное масло, граница вот эта будет белой полосой. А поэтому лучше всего пирожки готовить во фритюре. Тогда у них колер со всех сторон красивый. Объяснила просто по-русски. Вот немножечко просто приплюснуть надо. И идем обжаривать. Придаем им красивую форму пирожочка. Такие пирожки обжаривают на растительном масле. Такое тесто не подходит для приготовления пирожков в духовке. Пирожки должны плавать в масле на 2 третьих. Разогреваем масло на среднем огне. Если вы сильно раскалите масло, то пирожки сверху сгорят, а внутри будут сырые. Обжаривать пирожки можно и на небольшом количестве растительного масла. Бросаю кусочек теста. Посмотрите, кусочек теста начал плясать на сковороде. А значит масло достаточно раскалилось. Но нам надо, чтобы с одной стороны кусочек теста подрумянился. Ни в коем случае не обжаривайте на масле нерафинированном. И еще не опускайте пирожки в неразогретое масло. Иначе они у вас напитаются растительным маслом, станут тяжелыми, упадут на дно. У вас получатся горе пирожки. Все, масло разогрелось. Опускаю пирожки. У меня эта сковорода большая, а поэтому я могу 3-4 пирожка одновременно обжаривать. Пирожки ни в коем случае не должны друг другу касаться. Тогда они будут со всех сторон обжариваться. И обжариваем на огне чуть выше среднего. Какой у вас средний огонь? Смотрите по своей шкале или по температурному режиму. Какая у вас плита, я не знаю. У меня самая обычная и у меня стоит на среднем. Все этот кусочек готов. Можно его спасать из масла. Пирожки можно переворачивать 2-3 раза. Если вам кажется, что они еще не до конца зарумянили, вернитесь на ту сторону, на которой они с самого начала лежали. Вот посмотрите, у меня зарумяниваются. Я сейчас попробую перевернуть, а затем еще перевернуть. Главное не проткнуть. Но если и проткнете, беды в этом большой нет. Ну что делать, всяко бывает. Пирожки получаются больше, чем моя ладошка. И начинки в них много. Вот такие пирожочки. Достаем пирожочки. Обязательно на бумажную салфетку или бумажное полотенце лишнее масло с них сойдет. Так, посматриваем. Еще недостаточно колера. Можно еще обжаривать. Если они у вас долго лежат и не обжариваются, значит огня совсем мало. Добавьте немножечко. А если горят, уберите огонь. Тесто должно пропечься. Сейчас я допеку и буду печь еще пустышки с чесночком. Все, можно доставать. Посмотрите, какие пирожочки получаются. Чудо чудное. Все, друзья. Ну что здесь показывать? Пеките, готовьте и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.